и погнали чистейшие подъемы на бивне они же бицапсы ну кого что имеется я видел как поднимают возле стеночки там при этом то есть стараются чтобы чисто поднять возле стеночки чтобы там себе не помогать но тем не менее получается что умудряются и тут соответствующую технику настроить там плечами дернуть то есть трапециями вверх как бы сказать начальный начальный подъем потом еще когда до середины там как-то скукошиться я начал вот этот подъем на бицепс из-за того чистейший подъем я видел что подобное делал робби робинсон легендарный культурист золотой эры культуризма но видеть то я видел а заниматься стал тогда когда от подъемов стоя у меня начала болеть спина это не обязательно того что я на бицепс подымаю спина болит она у меня заболела там совершенно другого и в итоге в итоге получилось так что вот это вот стоячая нагрузка с подъемом на на бивне она начала влиять на спину вроде так незаметно незаметно а потом так так сказать искажется и вот я видите вот сделал такой тренажерчик сам то есть это мой спортзал которым я занимаюсь тренируюсь и снимаюсь заодно сделал такой тренажерчик из труб и приспособил его вот неожиданно для подъема на бицепс и бицепс и они же бивни ну у кого что у кого что видите как и здесь это очень важно это вначале освоить технику технику как только техника подъема будет освоена начнете нарабатывать силу именно вот в начале маленькие веса они как раз позволяют освоить технику и понять как идет напряжение именно что напрягается что у вас тянет и в результате когда будет вот так вот изолированный подъем хотя некоторые там считают что там стоя лучше или еще как то но еще разок я повторюсь я поднимаю так из-за того что в свое время спина у меня болела и не давала делать то есть начинаю что-то делать она болит поэтому я решил вот такое вот упражнение освоить лежа но это тот же подъем на бицепс и лари скотта и на нем как раз вот вот вы видите уже как мощная тяну мощно быстро это не из-за того что там я быстро там так тяга и а из-за того что идет мощный подъем то есть движение наработалась и мышцы стали тянуть так как надо то есть команда была дана на то чтобы ага тянули только теме мышцы которые должны тянуть и было бы желание пара недель ну пускай там пара месяцев тренировок чтобы все это закрепилось и вы поймете как это дело делается и начнете нарабатывать силу и массу тех мышц которые вы хотите вот берем за гриф и опа пошло пошло здесь у нас 37 килограмм 7 килограмм гриф и по десяточке 37 килограмм щека я размялся возраст но уже так сказать говорить сам о себе надо размяться хорошенько чтоб ничего не денег не лопнула не клацнула не хрюкнула потому что обычно к такому же возрасту все уже забрасывает в какие-либо занятия из-за того что куча травм ранее было обрывы и уже это им не до занятия так кашки пожевать телек посмотреть там но так примерно дальше не будем распространяться вот я все потихонечку набавляю набавляя веса главное вот поймать это движение освоить его и далее идет наработка наработка силы наработка там массы но в данном случае и силы и массы когда я занимался тяжелой атлетикой вот я как раз схватил движение которые нужны в рывке в толчке ну в подъеме на грудь и когда только это все освоено дальше ты только смыкаешь 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 если все правильно делается даешь отдых своевременные то на результаты растут от соревнования к соревнованию вот я уже поставил более-менее такой солидный височек и пошел вы видите вот вот бицепс тянет и все то есть не плечи тут тени помогает не трапеции нифига ничего вот это вот важно понять освоить что ты хочешь делать и далее уже подобрать соответствующее упражнение чтобы ты делал это так маленькая настройка апачки и пошел весь уже довольно таки большой где-то тут считаю значит 27 с грифом 27 с грифом и еще по пятачку это 37 37 и еще там 37 это будет 40 это сейчас тут было 40 42 с половиной килограмма так примерно примерно такой висок был то есть довольно таки уже солидный который дает прекрасную нагрузочку на бивни резы ну вот ну я решил в этом занятии так как вот существует даже чемпион чемпионата мира по подъему на бицепсы возле этой стеночки и так далее там они уже повторюсь умудряются и тут движение немножечко испохабить так поддернуть штангу чтобы она так сказать пошла полегче это я показываю что это десяточка и того четыре десяточки 40 47 килограммов вот вот вес вполне солидный насколько я там помню подымали возле стеночки наши атлеты ютуберы где-то они там оселили от 60 до 70 килограмм вот меня тут вес утягивает я поехал на этой на этом коврике шерстучем он меня утянул вперед вставлю полтосик меняю несколько технику захвата зацепа то есть я ногами зацеплюсь сейчас за доску смотрите как это вот я даже написал что полтосик на разок чистейший подъем это вам не стенка вот смотрите уже начальное положение я готовлюсь и пошел есть видите насколько мощное движение стало ну можно еще прибавить но я думаю не стоит этого делать увлекаться потому что не тот возраст и я хочу еще видите как зацепился я ногами захочу эти сорок семь килограмм сделать чистенько на два раза раз носиком и опа два отлично бивень аж разрывается от нагрузки а далее у меня идет в тренировке это так сказать из-за того что спина у меня прихваченная захваченная и я рад тому что я хожу я больше занимаюсь на верхний плечевой пояс это вот тут различные идут упражнения на руки а это с гантельками 8 килограмм я разминаюсь по 15 разку как-никак старость это прежде всего высыхание тела высыхание тела это в первую очередь высыхание связок связки окружают суставы значит суставы у нас черствеет начинается стягивается начинаются различные там боли и прочее 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 поэтому их надо отлично размять я повторюсь скажу у меня конечно в свое время были я просто даже не ожидал что так могут болеть плечи локти что ты не можешь спать височек 14 килограмм гантельки ты мне подарил мой продюсер марина петрицкая я очень очень знаете доволен этими гантельками это самоделочки оригинальные такие замочки на них стоят только щелк щелк быстренько то есть ничего не надо крутить вертеть и при этом хорошо держат что-то я должен сказать не говорил я по ходу по ходу самой тренировки из-за того что играла музыка как только на музыке ты записываешь а это послушайте ляс гантелей 19 килограммов а вот он благородный ляс как в кузнице в кузнице в кузнице сила а ха 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 прекрасно а хороший разминочка плеч продолжается я обычно делал по два по кузнице то есть 8 килограмм по 2 потом дальше у меня было 14 по 2 далее пошло вот это 19 2 и на 22 с половиной я сделал 4 подхода по 6 раз можно конечно и больше начал с 6 раз дышим как паровоз как никак веса такие будь здоровы одеваем пояс можно и без пояса но все уже знакомо с поясом без пояса как я в 14 лет увлекся где-то 14 с половиной мне было всем этим делом и давай 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 ну были конечно большие перерывы телевидение книги так 22 с половиной опа упражнение называется геномолоток посмотрите как оно выполняется никто обычно таких упражнений не делает а это эксклюзив дарю запомните называется геномолоток и не смейте называть по другому одеваем опять ремешочек все как положено должно быть как никак внутрибрюшное давление большое возникает кстати вот то тренажер стоит вот там тетива лука видите это специальный тренажер для закачки больной спины но как показала практика 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 да закачать вроде бы так можно но важно это межпозвоночные диски их как-то тренировать а они тренируются только во время ходьбы чтобы была такая нагрузочка так компрессионная эх опять видите вот когда человек вот смотришь в данном случае на самого себя и если ты любишь это дело любишь это дело то ты значит занимаешься и прогрессируешь только была большая тренировка прошло где-то 2-3 дня это по-моему даже ты не знал 11-го была там тренировка я выставил когда я там сжал различные веса большие такие полужимы делал кстати почему я полужимы делаю это из-за того что опять таки больные плечи в свое время не давали мне возможность работать в жиме лежа да и в других упражнениях с полной амплитудой плечи просто разламывались и надо было мы соли там пока килограммы по 40 а так хотелось побольше и так какой подход третий вздрогнем пожилой атлет опа геномолоток упражнение видите как делается более-менее плавно без рывков особых чтоб мышцы работали не надо нам инерцию нам надо накапливать силу накачивать ее опа зашестерил поэтому когда работаете вы как как бы со стороны наблюдайте за собой контролируйте свои движения это очень важно это уж такие простые качковские движения ладно там уже а когда вы делаете такие сложные движения как рывок толчок надо очень очень так сказать контролировать себя что что и как соблюдать углы а вот сейчас сейчас я сделал три подхода по шесть раз а сейчас я сделаю на восемь раз и бам молоточек раз молоточек два молоточек три молоточек четыре молоточек пять шесть семь и восемь гена молоток мог бы еще больше но вот видите когда правильно занимаешься то что получается вы не столько устаете а у вас наоборот как-то аккумулируется энергия и хочется больше 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 вот это самое правильное занятие чтобы у вас возникал азарт на тренировке хотелось больше поднимать но тут опять таки голова должна быть отжимания я уже как-то указал отжимания слабая тема для меня была как-то они вот не шли именно вот отжимания что-то не совсем так получалось и я вот долго их мусолил мусолил и вот вот видите вот это вот тоже такой станочки для отжимания сварил пояс монтажный приспособил вот он загогулину ставил на которую гирю цепляю и начал давить давить знаете с таких положений где бы вот мышцы работали и ты лишнего не отвлекался то есть ты только был значит сосредоточен на движении как давить как давить чем давить потому что когда мышцы отстают забирают другие мышцы более сильные и ты это движение не понимаешь и они наоборот еще могут больше отстать а у тебя с гирькой 16 кг вот как раз давят трицепсухи трицепс и грудь так интересно плечи особо не работают вот такая интересная связочка получилась в отжиманиях так второй подход с этой гирькой долго отжимался без весов для того чтобы вот подтянуть эти мышцы слабых освоить вот это вот движение хотя бы так но зато я почувствовал как давят как давят руки работают трицепсы грудь все и стали во время этого движения работать именно эти мышцы и как только уже наработка пошла уже дело идет к большим весам 24 кг и поехало раз видите как раз дожим очень важная вещь дожим дожим важен во время жима лежа чаще всего процентов 90 это не дожимают штангу вверху осталось каких-нибудь сантиметров пять а мочи нету и вот я как раз тренирую вот этот дожим и поехали шестерим раз отлично два упёрся всё пошло 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 руки пошли давить туда куда надо и это очень хорошо так и должно быть без этого ощущения что не работает никакого толка не будет теперь вот жим лёжа вот это тот тренажер на котором стоит штанга тут и блоки всё такое я сделал сам а теперь смотрите как я опускаю штангу на грудь стреляет стреляет и вот здесь ещё не видно как работают ноги как говорил Кирилл Сарыч вжим лёжа начинается с ног передаётся на туловище и погнали уже дальше руки то есть разминочка разминочка дело нужное и вот я сейчас решил пожать на полной амплитуде то есть до этого я жал где-то примерно получалось где-то одна треть половина жима то есть в основном прорабатывалась где-то середина и концовка но опять таки это всё из-за того что просто-напросто разламываясь плечи они болели и и на полную амплитуду я помню пожму и начинаются проблемы с плечами они болят а это как раз вот более-менее не укрепились что я сейчас делаю вот такую вот жимовую тренировочку на полную амплитуду ну это 40 кг разминка ну посмотрите трецепт сяка мой булочкой стола то есть он уже понял понимаете что он должен давить давить тут очень интересно такое давление идёт как бы сказать давит вот не столько грудь а вот как-то грудная клетка то есть начинается от чуть ли не широчайших мышц вот там где-то далее это значит вот идёт дельты грудь руки то есть это тоже упражнение непростое и вот по-всякому сжал локти разводил стороны да это был один жим лёжа там а вот именно для того чтобы вот сжать вот с таким вот усилием правильным вот это вот я правильный жим освоил ну сейчас вот увидите как тут и ноги будут работать просто как вот усилие передаётся надо так перекатывается от ног в руки вес 50 килограмм для справки я вообще самое больше сжал 180 килограмм то есть вы имеете дело не с каким-то там новичком нафиг который тут пытается 100 килограмм пожать а который нафиг 180 сжал это было очень давно когда мне было где-то года 22 сейчас мне в три раза нафиг больше почти ну вот полтосик 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 зарядил полтосик и опа опа вот тут происходит смотрите штанга опускается и как будто вот всё сжимается вжимается как будто вы пружину какую-то сжали сжали какую-то пружину это пружина знаете по мере того как штанга к груди она такая ах хочется давануть её сильнее разминка продолжается 60 килограммчиков долго я ему солил эти 60 килограмм по причине больных плечей вот это вот внутри там суставы болели но но хоть и сейчас плечи побаливает но будем говорить вот я как-то прошёл это эти все боли стали они стала возможность заниматься так видите как трицепсёнок напрягся ахаха вот мощь мощь чувствуется жик вот уже смотрите бёдра раз немножечко оп подталкивается вот эти бёдра потом остальное бёдра остальное бёдра руки вот она как передаётся движение ах Кирилл Сарычев не зря говорил по этому поводу что и как но это надо почувствовать это надо как-то осознать и далее далее делать чтобы оно стало получаться далее закрепилось и когда оно закрепляется вот тогда уже идёт наработка силы а пока этого нету будете жать как угодно я раньше кстати вот так жал ноги вверх потом понял что это слишком на голову действует то есть кровь проливается голове поэтому ноги стал опускать 65 килограммов жик видите как мощно ах то есть сжим лёжем возможен такой что вот когда вы как пружина сжимаетесь а руки знаете во время движения они вот в одном положении идут они как как бы сказать как ну у меня такое впечатление как будто вы на вилы на рога на вилы она сжалась такая туда то есть за счет мощного начала она может пролететь у вас слабый должен ставим семидесяточку совсем недавно я к таким весам это так так у меня было очень хорошо считалось съемки 70 килограмм в основном мусолил эти 60 60 60 изредка 70 так лягаем лягаем ноги опускаем ну ка посмотрим уже как оно движение пошло и на вилы опа опа видите как это опа слегка тазик опа от ножик от ножик от ножик оп да как бы сказать усилие и пошло и пошло видите вот оно то что надо и получается что вы даже не так жмете как стреляете то есть все можно наработать что будет мощь во все я думаю это может конечно сделать каждый если захочет вот было бы желание вот у меня есть желание из всего что я делал можно было приседать ну там спина начинала разбаливаться я начинал приседать спина начала болеть начинал делать тягу а тяги потихонечку начинал болеть а вот 75 кГц и руками видите руками а вот небольшой такой толчок ногами а дальше мощно руками а чтобы мощно руками вот это вот я сжал где-то одна треть жима одна вторая у меня жима то есть на той тренировке на которой я ранее делал это как раз вот натренировала натренировала вот этот вилы мощный мощное правильное опускание и траекторию жима и те мышцы которые должны жать должны жать вот где-то начинается со спины потом дельтоиды видите как давят дельтоиды потом подключается грудь и додавливает 30 все мощно мощно жмем и важно еще вот опять таки когда есть желание у человека идет и восстановление быстрее то есть он желает тренироваться он получает кайф от отжима от напряжения я не знаю как вы а вот мне нравится напрягаться когда это есть вы наоборот как бы заряжаетесь этим напряжением то есть здесь здесь важно понимать что идет наработка у нас есть тело праническое тело то есть то тело которое заведует энергией и вот когда мы занимаемся мы как раз с вами тренируем мощь пранического тела накапливаем там энергию а это еще ощущается очень хорошо кстати я вот жму то есть я вдох сделал и раз пять могу зафигачить ее а то все десять выжать на одном задержанном дыхании и мне это легко то есть я как раз набираю энергию прану праническое тело и она как поршень давит был такой разговор между с Кириллом Саровичем и вот этим вот Бьернсом из Исландии богатырем который снимается или снимался в это Игра Престолов что Сарович у него спросил там Бьернс вот как тебе легче жмется сделал вдох нафиг и на задержанном вдохе давишь он говорит да я так делаю действительно так легче так вот как раз тут получается что когда мы вбираем в свое тело то есть во время вдоха вот эту вот энергию праническую именно вот мы вдохнули то мы знаете как потом дальше начинаем выжигать а когда делаем вдох выдох вдох выдох получается не то вот именно для силовых показателей это не то то есть для качки это может быть нормальное а для того чтобы вот была какая-то мощь особенно одноразовая там или это раза на два на три это как правило на задержанном дыхании тренировка подошла к концу и я делаю упражнение на на пресс ну так посмотрел у себя я делаю больше на живот нежели на пресс хотя так как я делаю регулярно там от него тоже что-то там такое пытается кубиться пытается кубиться буриться ну если бы сбросить жирок возможно что-то получше бы стало но это дело такое лично мне она уже особо не надо сбрасывать жирок как она есть так она есть потому что все эти манипуляции то сбросил то потом оно набралось то опять сбросил набралось и так далее они к добру не ведут если заниматься так заниматься тренинг запомните хорош постоянством ну и значит чувствовать что ага позанимались наруска большая устали суставы получили получили свои микро разрушения поэтому они также должны восстановиться и должна восстановиться энергия которая заведует мышечным напряжением то есть не надо думать что вы там углей наелись углеводы муглеводы белков и так далее и все там нет организм человека он устроен так что работает на разных энергиях есть волевая энергия то есть духовная волевая энергия она восстанавливается очень и очень медленно и ее так сказать исчерпать не следует бездумно ее надо восстанавливать вот и когда ее разумно восстанавливаешь тренировка растратил потом там подождал она накопилась ага чувствуешь это в основном надо чувствовать молодому поколению качков будущих чемпионов суперменов посвящаю этот тренинг привет от пожилого атриста да главное в тренинге это регулярность 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 и не надо за какой-то там нагрузкой гнаться за результатом регулярность потому что после нагрузки любой такой большой надо восстановиться надо восстановиться если этого не делать то со временем человек устает и все забрасывает ну тут идешь любуйся красотами природами у меня вот в результате моих занятий да и так видать в результате гноеродной инфекции с детства с сарденька не такое сильно как хотелось это ощущается вот после моих таких занятий потому что как вы видели вот я выставил занятия довольно-таки серьезное занятие с большими напряжениями естественно дает нагрузку на серденько на серденько чувствуется после этой нагрузки также также на суставы суставчиком надо дать время отдохнуть чтоб они отдохнули и вообще чтобы знаете мы как работаем как такой своеобразный конденсатор особенно спортсмены набрались энергии а потом только раз во время тренировки или соревнования разрядились потом опять надо набраться вот это такая особая энергия которая позволяет поддерживать волевые усилия которая особенно проявляется явственно это во время выполнения физических упражнений с каким-то отягощением то есть ты должен напряться ты должен раз это продемонстрировать другой раз третий вот и вот тут очень важно вести такую 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 интервальную интервальную жизнь давая себе и нагрузку и отдых и естественно у человека должен быть интерес что-то вот ему такое было бы интересно что-то ему такое было бы хотелось бы то тогда он будет говорить не просто там гуляет для здоровья не просто занимается там чтобы быть сильным для себя ну вот тогда ему это как-то интересно и он занимается более менее регулярно благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малаховпро доброго здоровья и до новых встреч